18 января в Татарстане стартовала массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Российская вакцина от COVID-19 «Спутник Ви» уже поступила в университетскую клинику Казанского федерального университета. Подробнее смотрите в следующем сюжете. По последним данным, сегодня в мире выявлено более трех миллионов случаев заражения COVID-19. Основными симптомами новой коронавирусной инфекции являются высокая температура, потеря вкуса и обоняние, боль в мышцах и легких. При обнаружении у себя признаков болезни следует незамедлительно обратиться к врачу. На шестой день неожиданно подскочила температура, значительно до 39. Я обратился в нашу клинику, нашего университета, и они мне дали команду, даже не предложили немедленно собраться и приехать. Там уже как бы начало выясняться, это КТ, это 38% заражения легких. Ну и здесь уже вот 9 дней я прошел курс такого интенсивного лечения. В основном COVID-19 передается воздушно-капельным путем. Однако заразиться можно и контактно, через поручни в общественном транспорте. Течение болезни протекает как в легкой бессимптомной форме, так и в тяжелой, с большим процентом поражения легких. Это такое состояние необъяснимое. До потери сознания. Такого у меня никогда не было. Но, слава Богу, благодаря врачам, врачам мне удалось выйти из этого состояния, избили температуру. Ну, это был довольно такой случай тяжелый. От этого, наверное, просто так беречься, соблюдая дистанцию, и другие меры передосторожности, это, наверное, не удается. Поэтому самый лучший, конечно, вариант – это, наверное, прививаться и быть уверенным, что в ближайшие какие-то полгода у тебя есть надежда, что этого не повторится. Вакцинация – это один из самых эффективных способов создания как индивидуального, так и коллективного иммунитета при многих инфекционных заболеваниях, в том числе при коронавирусной инфекции. Вакцина «Спутник Ви» разработана научно-исследовательским центром имени Гамалея, уже поступила в университетскую клинику Казанского федерального университета. Задача вакцины от COVID – создать иммунную прослойку населения, потому что, да, есть уже большой процент и переболевших людей, но, к сожалению, есть еще и очень большая группа не переболевших людей, для которых потенциально высок риск инфицироваться. Плюс много говорится сейчас о мутациях вируса, которые тоже могут привести к более тяжелому течению коронавирусной инфекции. Поэтому создать эту прослойку иммунную очень важно. Вакцина – это не новость какая-то, это известный способ профилактики, который уже, да, 17-18 века активно. Мы знаем и такие уж мировые, да, истории борьбы с инфекцией, с ОСП и с полиомиелитом. Поэтому тут надо принять эту ситуацию и каждому для себя понять, что сегодня важна человеческая жизнь, а для этого должна быть правильная профилактика. Диана Латышева, Ленарда Влетьяров, Фарид Захитаглы, Универньюс.